Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Меня зовут Татьяна Филатова и сегодня мы беседуем с известной российской фотохудожницей Екатериной Рождественской. Екатерина Робертовна, здравствуйте! Добрый день! Вы приехали в Чебоксары, чтобы представить уже многим известную частную коллекцию. Расскажите нашим зрителям о ней. В этом году уже этой частной коллекции 18 лет. Ребенок уже вполне совершеннолетний, можно выпускать на волю. И вот за это время я сняла больше 6000 человек. Это, конечно, огромный объем талантов, удивительных личностей. И вот часть из них здесь, на этой выставке. Это первая выставка в Чебоксарах. Я очень рада, что я приехала наконец сюда. И приемы основной вот этой частной коллекции – это сравнить современных наших известных людей с картинами, с персонажами, с картин известных художников. Это проект абсолютно образовательный, можно сказать. Помимо всего прочего, люди еще получают большое удовольствие, сравнивая, находя. Знаете, вот так детская игра, найди 10 отличий. Вот ищут отличия. Кто-то похож, кто-то не похож. И все улыбаются. Вот это самое важное, что люди заряжаются позитивом, какой-то положительной энергией, что-то вспоминают. В общем, получают удовольствие. Это самое важное. Даже те люди, которых я снимаю, с удивлением узнают, что есть вот такой или иной художник. А когда приходят на выставку, помимо фотографии известного человека, внизу висит оригинал картины. И висит подпись, что это за картина, где ее можно увидеть. И в следующий раз, когда человек приходит в музей и видит эту картину, у него какие-то ассоциации. То есть я через современников, вот наших, известных, напоминаю, что есть еще история, что есть история искусства, что есть замечательные художники, о которых неплохо бы знать. И в этой коллекции тысячи работ. По какому принципу отбирались картины для этой выставки? Я абсолютно беспринципная, без всякого принципа. Поскольку это первая выставка, можно было брать все, что угодно. Потому что все равно я снимаю всех людей известных. И вот, скажем, передо мной Мария Аронова, Ирина Алферова, Максим Аверин, Наталья Варлей, все фамилии известные. И вот просто для начала я решила, что это будет интересно, хорошо. Так что посмотрю, насколько это будет интересно и чебоксар. Я думаю, жителям Чуваши будет очень интересно поподробнее узнать, как вы работали над образом Чапаил. Ведь он родом отсюда. Замечательный наш писатель Василий Аксенов, который захотел быть Чапаилом. Это мой такой знакомый большой был родитель. И когда я к нему обратилась с просьбой поучаствовать в этом проекте, он говорит, что я хочу быть Чапаилом. Я мечтал с детства быть Чапаилом, я мечтал с детства. Я ходил, смотрел этот фильм много раз. И каждый раз я был маленьким, но мне хотелось верить, что Чапаил доплывет, выплывет. Аксенову я предложила совершенно другой образ. А он пришел, не согласился с тем, что я ему предложила, и вот рассказал эту историю. Сказал, что я хочу быть Чапаилом. И мы просто, что называется, с колес сделали вот этот образ, нашли папаху, нашли форму, усадили, приклеили усы замечательные. Так что это было, может быть, не очень похоже, но во все-таки случае с настроением. И ему это понравилось. Мне главное, чтобы понравилось человеку фотографию, которую я делала. Ему понравилось, и эта фотография висела у него дома. По какому принципу вы отбираете людей для создания определенных образов? Как подбираете место, костюмы? Вот именно процесс интересной детали. Тут принцип абсолютно простой. Мне не надо расшифровывать, чем занимаются эти люди. Мне не надо расшифровывать, что, скажем, Ирина Алферова – актриса. Все знают, что она актриса, что Максим Аверин – актер, все знают, что она актер. Наталья Барли – актриса. Мне не надо говорить, кто они. Это люди широко известные, много добившиеся. Поэтому я вот приглашаю тех, кого все знают. Сама работа занимает довольно много времени нужно, чтобы найти образ. Я не всегда довольна. Я ищу. Иногда эта работа растягивается на месяц, на два. И когда уже образ найден, то делается, готовится, вернее, грим, готовится парик, берется в аренду или шьется в костюм. И когда человек приходит, уже остается совсем немножко времени, чтобы это все на него одеть, чтобы его преобразить. И съемки сами занимают минут 10-15, не больше. Вот сейчас у вас уже большая сплоченная команда, которая работает над этими образами. Но начинали ведь вы сами, сами все это делали. Игре начинала сама, да. И поэтому я все знаю с азов. Я знаю азы вот всех этих перечисленных профессий. И костюмер, и геймер, и художник-постановщик, и компьютерщик, компьютерный дизайнер. Я это все знаю, и, в общем, это необходимо, чтобы нормально себя чувствовать в профессии. Необходимо знать вот то дело, чем ты занимаешься. Какие еще фотопроекты вы бы с радостью представили нашим горожанам в дальнейшем? Да все, на самом деле. Потому что все проекты, они очень жизненные. Вот, скажем, вместе с этим проектом у меня параллельно родился третий сын. Я стала ему читать книжки. И получился проект сказки, где вот этих же людей я снимала в образах сказочных героев. Я повела его в театр. И родился проект театра одного актера, где каждый из этих людей снимался в пяти образах. В тех ролях, в которых он хотел сняться, но по тем или иным причинам не получилось. У меня 35 проектов. Есть проект «Пинап», есть проект «Мужчина и женщина», есть проект «Календарь». Ну, довольно много всего. Это жизнь, это жизненные проекты. Ничего сверхъестественного в этом нет. Кроме этих проектов, у вас ведь еще есть линия своей одежды, которую вы посвятили своему отцу. Можно о ней поподробнее рассказать? Вы знаете, это ответвление фотографий. Я готовилась к одной из московских выставок. Очень хотела чем-то уделить гостей, которые придут. Поэтому я фотографии распечатала на шелке. Не частные коллекции, а вот фотографии из путешествий. Красивые пейзажи, какие-то сценки, предметы. И из этого шелка шила платье. И устроила дофили. И всем настолько понравилось, что у меня с тех пор есть линия одежды с принтами, с фотографиями. Такая одежда по настроению. Очень интересное дело для меня. Новое, но связанное с фотографией. Вы очень разносторонний человек. И наверняка ваша деятельность отнимает очень много времени. Как у вас получается это все совмещать и уделять время семье? Вы все-таки многодетная мама, прекрасная жена. Ну, знаете, уже моя многодетность, она отошла на второй план, потому что все дети выросли, они уже взрослые мужики, и им пора мне уделять время, а не мне им. Поэтому время освободилось. Я очень много путешествую. То, что я не могла позволить. Я когда-нибудь были маленькие, я наверстываю. Я пишу книжки. Я занимаюсь тем, чем я не успевала заниматься как раз в период их детства. Поэтому, наоборот, сейчас высвободилось время, и я им пользуюсь. Можете рассказать, над какой книжкой вы сейчас работаете? Сейчас я пишу книжку. У меня были все четыре книжки, такие более-менее автобиографичные, об отце, о маме, о семье. А сейчас я пишу придуманный такой роман. У нас в гостиной в течение, наверное, нескольких сотен лет стояло зеркало огромное. И мне очень, когда я маленькая была, я проходила мимо и думала, кто же мимо смотрелся. Ведь очень много перед ним проходило событий, людей. И оно видело огромное количество всяких сцен. Что было? И я пишу вот от лица этого зеркала. Оно у меня главное действующее лицо. И оно смотрит на один день в течение 20 века. Один день по каждому десятилетию. То это война, то это 50-е годы, 60-е. Просто вырванный день из жизни. И вот описывает то, что оно видит. День одной семьи на протяжении столетия. Кстати, по поводу вашей творческой мастерской. Она ведь больше похожа на большой музей. Там собрано столько интересных вещей. И вас, наверное, можно смело назвать и профессиональным коллекционером. Это да. Это точно. Абсолютно. Потому что фотографию необходимо рассматривать. Ты сразу видишь фальш. Ты сразу видишь, если это прилепленная из интернета какая-то безделушка. Только тебе надо понять, что все это по-настоящему. Поэтому вещи должны быть настоящими. Пусть там будет небольшой скол или какая-то вмятина. Но ты видишь, что это тебя не обманывают. Ты рассматриваешь это. Это не кино, где человек прошел, и никто не понял, что он держит в руках. Поэтому я хочу, чтобы люди попали в ту атмосферу и поняли, что это все на самом деле. А есть ли в вашей творческой личности еще те стороны, которые вы бы хотели в себе развить? Может быть, какие-то еще таланты? Я хочу сейчас снять фильм об отце, потому что в следующем году ему 85 лет. Это юбилей. Я хочу снять об отце то, что я о нем знаю. То, как я его вижу, то, как я его чувствую. Без посредников. И потом, может быть, я хочу снять художественный фильм об этом зеркале. Я тоже вижу, как это могло быть. Так что буду делать то, что не умею. Но в этом и весь интерес. Как ваша семья повлияла на вашу творческую реализацию? Это все из детства? Ну, наверное, так. Для меня это было нормально, когда приходил в Магомаев, Камзон. Для меня это были дядя Муслим, дядя Иосиф. Иосиф Давыдович до сих пор остался таким. Наверное, постоянно звучал рояль, постоянно пели песни, постоянно читали стихи. Наверное, это все впиталось. Другое дело, что это могло не вылиться потом. Но нельзя это давать себе сидеть на месте. Надо все-таки развиваться, идти. И надо работать над собой. Это было как подготовка? Наверное, да. Подпитка. Скажите, какой самый значимый подарок был в вашей жизни? Вот вещей много, может быть, какой-то особенный, близок? Мне на день рождения Людмила Марковна Гурченко подарила бриллиантовую булавку. Но это было мне дорого не то, что это был бриллиант, а потому что она вместе с булавкой подарила историю замечательную, как она приобрела это. Это был тоже подарок ей. И она вообще очень любила делать подарки, дарить какие-то истории. Она вообще была уникальным человеком, очень интересным. И не только на экране или на сцене, но и в быту. Она совершенно потрясающая личность. И вот такие подарки от нее, я думаю, что это очень дорого. Но у вас с ней были особенные отношения, наверное, более близкие, чем с остальными? Да, да. Конечно. И за протяжение 10 лет она была моей самой любимой моделью. И мы снимали то, что она не успела сделать в кино и в театре. Она называла меня «Мой маленький режиссер». Мне было это очень гордо. Я стеснялась. Но тем не менее, так оно и вышло, потому что она хотела, скажем, сыграть Елизавету Английскую. Мечтала об этом. Но удалось только на фотографии. Так что вот были моменты, которые мне удалось и твоей в жизни, благодаря ей. И ей тоже. Вы постоянно работаете, контактируете с людьми. И у вас уже, наверное, есть определенные предпочтения. То есть какие люди вам нравятся? Черты характера, как-то спокойные или, наоборот, очень импульсивные? Не знаю. Это ж... В моем случае, с 6 тысяч я не могу сказать, что много людей стали моими друзьями. Кто-то стал так. Кого-то я абсолютно не приняла и не захотела снимать в следующий раз. Но я же с ними работаю, это не жениться правильно. Работа закончилась, человек или забыт, или принят свой крок. Тут дело сугубо индивидуальное. В одном из своих интервью вы сказали о том, что хороших фотографов сейчас очень мало. Где грань между фотоискусством и дилетантством? И как вот эту грань почувствовать фотографу? Тут граней никаких нет. Надо снимать, надо работать, надо искать себя. И пусть другие чувствуют, великий ты или невеликий. И что-то начинать делать с мыслью, что вот я сейчас делаю что-то для людей, там что-то замечать не надо. Надо снимать для себя. И там из тысячи фотографий несколько будет обязательно хороших. Надо работать, а не думать о работе. Надо делать что-то. То есть фактически каждый может стать фотографом, если вы будете работать? Каждый может найти свой взгляд. У кого-то он, скажем, рожденный, какой-то такой творческий подход. Кому-то надо работать над тем, чтобы он наработался. Поэтому просто я не люблю пустых разговоров. Надо идти и делать. Надо брать что-то в руки, фотоаппарат, Мальберт или еще что-то, идти и работать, а не мечтать об этом. Мечтать не вредно, но это недостаточно. Проект, конечно, очень интересный. И хотелось бы узнать, какие у вас планы на ближайшее будущее, которые касаются именно этого проекта. И, может быть, какие-то другие еще задумки есть в плане именно фотосессии. Он развивается, проект. Шесть тысяч человек – это очень много, конечно. Уже все звезды сняты, но поскольку появляются все новые и новые, то проект продолжает жить. Появляются новые проекты, появляются новые названия. То есть это такой живой организм, который уже говорит сам за себя. И живет отдельно от журнала. Уже есть какая-то выставочная деятельность. Вот сегодня открывается 275-я или 6-я даже выставка. То есть раньше были художники-передвижники, а сейчас я фотограф-передвижник, я передвигаюсь из города в город, мне доставляю большое удовольствие приезжать в города, которых я не видела, которых я не знаю, и как-то подпитываться, ходить по музеям, смотреть на местных художников. Для меня это большой плюс. Как вы видите себя через 20 лет? Ну, такой старушкой с рюкзаком, в горах, в кедах, с фотоаппаратом, может быть, даже с мольбертом. Ну, в общем, не сидящие у камина и не вяжущие носочки. Это точно. Я предлагаю провести небольшое, небольшое блиц-интервью. Я задаю короткий вопрос, вы даете мне короткий ответ. Готовы? Конечно. Ваше лучшее качество? Терпение. Вдохновение для вас это? Вдохновение. Если бы вы оказались на необитаемом острове, какие-то вещи бы вы с тобой взяли? Детей. Троих сыновей. В чем главная ценность фотографии? Надо впечатлить мгновение. Тогда на этом завершим, Екатерина Робертовна. Спасибо вам за интересные ответы. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с известной российской фотохудожницей Екатериной Рождественской. Ее выставка продлится до 15 октября. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»